Участники криминального трио попали в детский дом не так давно. Самый старший из них приехал за Урале из соседнего региона и уже с богатым криминальным прошлым. Несмотря на юный возраст, они имели судимость и состояли на учете у врача-нарколога. 17-летние парни употребляли крепкий алкоголь, как и в злополучный вечер 28 декабря 2017. Делали они это в комнате самого старшего из них. На замечания воспитателя отреагировали нецензурной бранью. Последняя вызвала полицию. Стражи порядка ждать долго не пришлось. Сразу же направились в комнату, где баширом. Заметили на полу тряпку, пропитанную кровью. А на руке одного из подростков порез. На замечания и попытки выяснить, что происходит, пьяные подростки неожиданно накинулись на полицейских. Один из них сделал захват и сдавил полицейскому шею. Двое других принялись их избивать. Затем рука подростка потянулась в кобре. Со словами «Застрели меня», Он пытался вытащить пистолет. Полицейским удалось вырваться от обезумевших подростков и закрыться в комнате медика. Однако все трое кинулись за ними вдогонку. Один бросил в коридор петарду, второй ударил по двери кулаком и сломал ее. К счастью, к этому времени уже прибыла подмога. Полицейские скрутили дебоширов и доставили в отдел полиции. На первом допросе они признали вину и выдали свою версию. Парни утверждали, что только материли сотрудников, а те якобы накинулись на них. Бытует мнение, что ребята были приверженцами одного из криминальных движений. Постоянно идет мониторинг соцсетей. Еженедельно, получается, специалисты, кто им ответственно сводит информацию, анализирует, получается. Если вдруг кто-то из наших детей ненароком из праздного любопытства заинтересуется данной субкультурой, мы сообщаем правоохранительные органы. Во все инстанции, касаемые проводятся с ними незамедлительно беседы профилактические. И данные дети с этих аккаунтов уходят. На время следствия подростков отпустили под подписку о невыезде. Однако старший зачинщик подался в бега. После того, как его поймали, заключили под стражу. Второго фигуранта арестовали во время судебного процесса. Он явился на заседание пьяным. Несмотря на полный отказ, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. 15 ноября 2018 года судья Юргомышского районного суда зачитала осужденным приговор. 18-летнего парня отправили на 2 года 3 месяца в колонию общего режима. Одному несовершеннолетнему придется провести 3 года в воспитательной колонии. Второму – 2 года. Оксана Шевцова, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.